Всем большой привет, мои дорогие! С вами снова Таня. И сегодня у нас будет не совсем типичное для моего канала видео. Сегодня будем говорить не о косметике, а о книгах. Книги по саморазвитию это такая же неотъемлемая часть моей жизни, как и косметика. Поэтому я решила ввести такую рубрику на свой канал. Если она вам понравится, я буду с радостью ее продолжать. И сегодня поговорим о пяти книгах, которые действительно изменили мою жизнь, которые очень сильно на меня повлияли и которые я хочу вам порекомендовать. Я когда готовилась к этому видео, я выписала гораздо больше, чем пять книг. На самом деле было очень сложно выбрать именно пять, но я не захотела видео слишком сильно перегружать информацией. Если вам понравится такая рубрика, то, конечно, в дальнейшем расскажу и про другие книги тоже. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к книгам. А, кстати, чуть не забыла сказать, уже по нашей новой с вами традиции, макияж мой сегодняшний, вы сможете посмотреть у меня в Инстаграм. Переходите в Инстаграм, там будет короткий ролик, где я показывала, как и чем я делаю этот макияж. Ну а теперь давайте перейдем к книгам. Первая книга называется «Как перестать беспокоиться и начать жить». Автор этой книги Дэйл Карнеги, и написана она была аж в 1948 году. Представляете, как давно? И до сих пор эта книга является мировым бестселлером, и она помогла миллионам людей, в том числе и мне. Я по натуре человек достаточно тревожный, беспокойный, я часто себя накручиваю из-за каких-то мелочей. И эта книга реально помогла мне, она научила меня конкретным приемам, которые помогают мне оставаться спокойнее и снижать мой уровень тревожности. В этой книге описаны конкретные приемы, что и как делать, чтобы меньше беспокоиться, перестать тревожиться и стать более спокойным и равновешенным человеком. Эта книга действительно помогла миллионам людей, и если вы тревожный, беспокойный человек, я вам очень ее рекомендую прочитать. Уверена, вы в ней для себя что-то обязательно полезное найдете. Книга номер два называется «Пять языков любви. Как выразить любовь своему спутнику». Автор книги Гэри Чепман, и в книге автор рассказывает о пяти языках любви, о том, как люди по-разному выражают свои чувства, как люди по-разному воспринимают любовь и по-разному ее выражают. Мне, например, эта книга очень помогла в моих семейных взаимоотношениях. Когда я ее прочитала, я поняла, что у меня с моим мужем совершенно разные языки любви. Мы с ним по-разному воспринимаем и отдаем любовь. Вообще вот абсолютно по-разному. И после прочтения этой книги я поняла, как мне себя нужно вести с ним, чтобы он чувствовал мою любовь. И я ему, кстати, рассказала об этих пяти языках любви, рассказала о своем языке любви, и он тоже знает, какой нужен подход ко мне. Я вообще считаю, что эта книга важна даже не только тем, у кого есть какие-то семейные отношения или какие-то романтические отношения, а вообще абсолютно любому человеку, потому что она поможет вам понять лучше тех людей, которых вы любите. Это не обязательно должны быть ваши партнеры. Это могут быть ваши родители, ваши друзья. В общем, те люди, которые имеют для вас значение, с которыми вы хотите поддерживать теплые отношения и иметь действительно искреннее взаимопонимание. Я думаю, вы обратили внимание, что я не держу в руках ни одной книги. Все потому, что я приверженна чтению книг именно в электронном формате. Мне кажется, это гораздо более удобным вариантом, потому что телефон всегда со мной, и я в любой момент могу открыть нужную мне книгу и начать ее читать. Книги свои я покупаю в основном на сайте Litras. И для того, чтобы покупать их с максимальной выгодой, я пользуюсь сервисом умных покупок SmartySale. SmartySale – это кэшбэк-сервис. Например, на сайте Litras у них кэшбэк аж до 10%. Это классный высокий кэшбэк. Вообще, у SmartySale высокий кэшбэк в большинстве популярных интернет-магазинов. Плюс у них минимальный порог вывода средств, и плюс у них удобные способы вывода ваших сэкономленных денежек. Еще у SmartySale есть очень классное расширение для браузера, которым я с большим удовольствием пользуюсь. Раньше я часто делала покупки в интернет-магазинах и забывала про кэшбэк. Потом, когда вспоминала, было уже поздно. Сейчас у меня установлено расширение, и оно мне каждый раз сигнализирует о том, что Таня, надо активировать кэшбэк, и на этом сайте ты сможешь получить определенный процент своих денежек обратно. Это действительно очень удобно. Ссылочку на SmartySale я оставлю внизу в инфобоксе. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь, устанавливайте расширение для своего браузера, чтобы не забывать о кэшбэке, и покупайте с максимальной выгодой. Давайте вернемся к нашим книгам. Книга номер три называется «Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели». Автор этой книги Джо Диспенза. Автор, основываясь на научных исследованиях, доказывает и показывает, что наши мысли материальны. Он рассказывает о том, как функционирует наш мозг, и как наши мысли материализуются, как на нас влияет то, о чем мы думаем, как это создает нашу жизнь, и помогает нам перепрограммировать наше мышление и начать мыслить в позитивном ключе и постепенно улучшать свою жизнь. Книга эта написана достаточно непростым языком. Если две предыдущие книги очень просто, легко написаны, то здесь много всяких научных фактов, научных исследований. Но в этой книге действительно дана очень ценная информация, которая реально может изменить жизнь, конечно же, если вы будете ее внедрять в вашу жизнь, а не просто прочитаете и забудете. Но это, в принципе, работает и с любыми другими книгами. Следующая книга называется «Выйди из зоны комфорта и измени свою жизнь». Автор книги Брайн Трейси, и это книга по тайм-менеджменту, и она просто создана для тех, кто постоянно ничего не успевает, чувствует себя белкой в колесе и загнанной лошадью. В этой книге описан 21 способ повышения своей личной эффективности. Описаны конкретные методы, которые вы сможете внедрить в свою жизнь, научитесь правильно расставлять приоритеты в своих задачах и грамотно организовывать свой распорядок дня. Там действительно много рабочих, классных советов, которые я внедрила в свой распорядок дня, но, по крайней мере, пытаюсь внедрять, и я стала действительно успевать гораздо больше после того, как прочитала эту книгу. Всем, кто ничего не успевает, однозначно нужно ее прочитать. Ну и последняя на сегодня книга называется «Тонкое искусство пофигизма». Автор этой книги Марк Мэнсон. Название книги, собственно, говорит само за себя. Мы сейчас живем в такое время, когда очень модно быть суперуспешным, продуктивным, деятельным человеком, и если ты не такой, то ты начинаешь чувствовать себя каким-то никчемным неудачником. Я подписана в Инстаграм на множество разных блогеров, и часто блогеры выкладывают списки своих дел за день. Вы знаете, когда я смотрю на списки, где человек за день сделал 15-20 суперкрупных дел, а я всего лишь 3-5 и уже устала, я чувствую себя, ну, мягко говоря, не очень. И автор как раз-таки говорит об этой проблеме, об этом культе успеха, который у нас сейчас есть в обществе, и помогает взглянуть на это все под другим углом, помогает действительно правильно расставить жизненные приоритеты, помогает научиться здоровому пофигизму и быть счастливым человеком. Это очень классная книга, я ее прочитала буквально вот совсем-совсем недавно, и я от нее в большом восторге осталась, и тоже вам ее рекомендую почитать. Я думаю, что вы в ней для себя что-то обязательно найдете. Ну что, на сегодня все. Пишите в комментариях, какие книги вы бы посоветовали к прочтению, какие книги повлияли на вас и изменили вашу жизнь. Буду очень благодарна вам за ваши комментарии. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео до конца. Я надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Если вам понравилась эта рубрика, дайте мне обязательно об этом знать в комментариях. Все, спасибо, что смотрели. Всех вас целую. Обнимаю. Пока-пока. До встречи в новых видео.